здравствуйте меня зовут татьяна и мы рады приветствовать вас на своем канале всем кто просил показать кота пожалуйста просто я сейчас буду показывать пальто полупальто не знаю что которые вы любезно подожди ну попозирую 2 секунды которые вы любезно назвали 50 оттенков серого но я думаю как вот когда если не сейчас ну ты же покажись ты когда если не сейчас показать 51 оттенок серого это старичок нам за 15 уже вот скоттишь фолт зовут ранзес так что вот он пожалуйста сейчас мы его отпустим он все равно долго лежать не будем и перейдем к основной теме разговора мы вся уже смотрит как слезть он передумал уходить надо ролик тогда называть по-другому танцевать ну посмотрю же ружицу то свои покажи маленечко люди ласковый котенок расскажи что кушал безмолвный там а птичка вот какой господи еще не старик скажу я еще угой так на теперь по делу значит огромное спасибо всем кто серебряный дождь серебряные чудо как только вы не называете эти последствия кота то ума то меня нет ноготочки то значит мне очень выдушевляют ваши комментарии и сегодня меня спросили даже прям так пожаловались уже воскресенье ждала в субботу продвижения их нет они есть сейчас я покажу продвижение но я немножечко в таком знаете творческом тупике что ли сейчас расскажу по порядку так значит погнали по порядку покажите место соединения полочек и спинки да для тех кто не в курсе с нами только-только я оставлю ссылку на предыдущий ролик где показываю как все начиналось это же называть пальто или полу пальто потому что творческом тупике как раз из-за этого что не знаю что вязать показываю вот она место соединения кто таким способом будет вязать маленький такой секретик что ли когда особенно вот прям первые несколько рядов после присоединения спинки к полочкам такой ну раздрайв что получается поэтому я сама вот до этого дошла может быть надо привязать как-то соединить если есть остаточки ниточек присоединить чтобы этот разрезик он как бы был более послушным вот она место соединения здесь еще будет обвязочка в итоге это первое второе спрашивать что же это будет татьяна в том-то и дело что я не знаю уже несколько дней не знаю поэтому я провязала вот уже сколько от места соединения я не считаю ни ряды не сантиметра ну довольно таки много и если это будет полу пальто то мне сейчас надо как раз и начинать работать над горловиной о чем я хотелось сегодня поговорить если это будет пальто то нужно еще чуть-чуть провязать дело в том что у меня от кавказской пряжи от первого моточка осталось вот столько и идет вот где вот он идет идет пятый моток спортивки еще есть целый кавказской тоже 5 спортивки но это немножко не целый потому что я от двух моточков начинала вязать в принципе мне хватит на тело тело я могу сделать именно вот такой то есть не в два цвета а вот такой а рукава уже тогда буду соединять вот эти цвет светлые но хочу ли я это я что-то пока себе ответить не могу или я сейчас я принимаю решение что это будет полу пальто и тогда мне хватит вот такой но будет одноцветная в смысле меланжевая но вот из двух клубочков все полу пальто теоретически смотрится неплохо такое короткое грубое полу пальто очень хорошо там с перчаточками с водолазочками все понимаю но когда я примеряю я понимаю что полу пальто как-то не вот в данном случае не моё я хочу или пальто или я еще не удивлюсь свяжу от все абсолютно вывяжу еще этот моточек вывяжу с остатками спортивной пряжи и оставлю жилеткой вот пальто и жилет да моё но полу пальто душа не принимает именно вот из этой грубятской а ниточки из любой другой полу пальто когда-нибудь у меня непременно будет но полу пальто но как-то сродни многим-многим кардиганам которые у меня их вагона маленькой тележка вот пальто мне очень очень понравилось мне все-таки хочется как-то или пальто или жилет то есть что-то длинненькое поэтому нужно несколько дней созреть я примеряю такое бывает и потом я пущусь дальнее плавание поэтому не очень трудно сейчас называть что я вижу какие у меня размышления по поводу воротника я сейчас разрезами положила вверх типа это не низ изделия вверх типа потому что здесь мне поразмышлять мешают спицы и мы немножечко менялись местами в целях экономия в целях экономии пряжи я хотела начиная вот там где мы должна быть горловинка начинать убавлять допустим каждый там два три сантиметра убавлять петли и тогда у меня получится вот такой в такая v-образная горловинка а вот это сэкономленная значит пряжа она может пойти ну на рукава еще куда-то но в таком случае надо набирать потом петли будет я хотела это сделать вот светлой пряжи и вязать воротничок какой он будет без углов ли с углами это уже там мы посмотрим и это будет неплохо если все-таки рукава например вот такие же светлые свежу длинное пальто к примеру обвяжу светлым воротничком светлые рукава сделаю будет неплохо но какая-то мне лень вот набирать отдельное и я не знаю как с этой ленью побороться в данном случае просто не хочется был еще вариант когда я свяжу до конца то есть не v-образный вырез а все-таки такая ткань то плотно получается и я где-то вот здесь начиная там 3 2 2 то есть вот прям классическая такая горловину шка будет и здесь тоже надо набирать и вывязывать отдельно воротничок но мне такая горловина не очень идет зато все закрыто все очень тепло и пальто будет выполнять свою пальто купать . не знаю что выполнять свою функцию но не моё мне как-то все-таки больше идет вот такая но я почему накидываю потому что очень многие и худеньких девочек вяжут им такая горловинка почему бы и нет я наверно остановлюсь на классическом своем способе как всегда я начинаю вода откуда-то был наоборот прибавлять петли не убавлять а прибавлять петли чтобы это было красиво отложено его так тоже отложишь он красиво но у меня очень много будет забирать грудь и поэтому здесь нужно прибавить мне это нравится почему потому что меньше волокита вяжешь полочки одновременно вяжешь ворот это моё вот обвязать скорее всего из между рукава будет из меня будет пальто если полупальто мне кажется хватит мне на все но думаю если полупальто почему бы не тогда не вязать из светло-серого и смонтировать вот с этой который я монтирую то есть не с темным цветом а вот со светлым ну теперь шпазняк можно обвязать обвязать один ряд 2 рядочка как угодно светлой ниточкой подобрать светлые пуговички будет неплохо маловато же вот так я выхвачено люблю скорее всего на этом я остановлюсь была у меня еще идея обвязывать не светлой ниточкой а сейчас идей накидаем уж кому-то они пригодятся а вот это та самая фурлан очка до которыми так и лежит никак я никуда но ближе к осени то есть можно имитации меха сделать но я не знаю как она в крючке спицах татамового берет 12 а тут у меня и петелка то все-таки 5 номер вот эти вот куда нужно будет крючок ладно через одну я буду но как от с пятым крючком это все надо еще экспериментировать и какая-то метаморфоза сама идея мне очень нравится прям очень нравится думаю если я по разрезе компания за поверху даже была идея связать полностью кстати к вот при такой идее можно было связать воротничок вот из фурланы но как-то я теряюсь я все к лицу прикладываю еще что-то идея очень хорошим нужно мне немножечко другой цвет а вот ниточкой 1 обвязать там в одну-две дорожки почему бы и нет это тоже я сейчас но она какой-то несет диссонанс дисгармонии с пуговицами который меня есть а я другие покупать не хочу но так идея очень интересная может быть у кого-то фурлан очка будет таким же цветом каким надо и идея очень интересно мой взгляд но я не представляю как она вяжется крючком и будет ли это красиво не представляю но как идея мне понравилось это надо все-таки держать в голове и все это учитывать как вы носите что вы любите с чем вы носите какие там войска серые я кстати потихонечку одна женщина спрашивает серый вас к подтягивать я когда вязал розовый джемпер вы подтягиваю за вас к подтягиваю пока подтянуть нечего кроме старой сумочки серой я ничего не нашла но пока у меня когнитивный тупик именно серой сумочкой я и займусь поменяю липучки постираю немножечко подремонтирую ручки сейчас пока даже страшно показывать вот подтягиваю потихоньку серые войска мечтаю о серых замшевых сапогах как-то мне вот видится чтобы в разрезах мелькали не подтягиваю потягиваю пока еще не подтянула вот такие у меня размышления насчет горловины что меня во всем этом радует буду я использовать светло-серую кавказку со светло-серой спортивка или нет в любом случае вот это пряжа останется даже если там на рукава и сколько-то возьму это пряжа останется а у меня еще осталось прям буквально несколько моточков розового цвета и мне очень нравится как они сочетаются то есть вот ведь не довязала одно уже смотрю в другой то есть что-то могу сотворить вот это и мне надо все-таки хотя бы один моток были подкупить или оставить темно-серого где-то что-то заакценить в общем какая-то не идея не покидать все таки вот сотворить но это потом это пока рано вот это меня все мысли вслух хотелось сегодня о вороте поговорить я еще думаю я еще гадаю но в любом случае покажу к чему приду обязательно покажу спасибо огромное еще раз за добрые слова ваши комментарии это просто вот мед это бальзам на душу огромное огромное всем спасибо творите творите ничего не бойтесь получится обязательно пусть через распускание через дерзание через какие-то варианты просто если ничего не делать ничего не будет а если делать распускать из еще раз делать то обязательно что-то будет обязательно все вам самого доброго